Дети – это будущее Славянского района, Кубани и всей нашей страны. Это самое дорогое, что есть в обществе. Всем хочется, чтобы они спокойно росли и развивались, чтобы их безопасности ничего не угрожало. Обо всем, что связано с обеспечением безопасности юных славянцев, и шла речь на районном родительском собрании. На районное родительское собрание, посвященное теме «Безопасность детей и ответственность взрослых», были приглашены педагоги и руководители образовательных организаций, родители, представители учреждений социальной сферы, силовых структур. Тема собрания непростая и вместе с тем очень важная. Глава Славянского района Роман Сенеговский открыл мероприятие, сразу же заострив внимание собравшихся на его актуальности. Мы обсудим вопросы взаимодействия, я уже сказал, вопросы безопасности. Мир меняется, жизнь меняется, увлечение наших детей порой меняется. И хотелось бы, конечно, остановиться на том, что, прежде всего, ребенок воспитывается дома. И, наверное, родители, как никто другой, больше всех знают характер своего ребенка, знают его увлечения, видят, наверное, если ребенок находится в какой-то трудной ситуации или в непонятной ситуации. Поэтому, прежде всего, я считаю, родители должны реагировать, взаимодействовать. Ну и, наверное, все коллеги, которые сегодня присутствуют, мы должны обсудить вопросы, прежде всего, взаимодействия и, как мы говорим, предупреждение той или иной ситуации, нехорошей, которая может возникнуть. В своем выступлении заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал об актуальных проблемах безопасности в преддверии летних каникул. На анализ действий в это время, когда дети имеют много свободного времени, был сделан особый акцент. Ставим перед собой задачу совместными усилиями создать прочный фундамент взаимодействия семьи, школы, наших социальных всех, служб и партнеров. Поэтому сегодня с вами обсудим все вопросы безопасности, профилактики, поговорим о новых небезопасных увлечениях наших детей. Самые длинные летние каникулы, когда дети большую часть времени находятся в самостоятельном времяпровождении, себе устраивают на улице, летний отдых на природе, многое другое. Соблазна очень много. И отдельно хочу остановиться именно на дорожном движении, на безопасности дорожного движения буквально вкратце, потому что здесь будет более полный доклад. Скажу только, что за 2022 год у нас зафиксировано более 50 протоколов о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетними. Это и управление мототранспортом без права шлема, нарушение правил пешехода в проезжей части и другие нарушения на дороге. И, уважаемые родители и коллеги, хотелось бы обратить внимание на то, что пешеходный переход – это все-таки единственное место безопасное на дороге, которое предназначено специально для безопасного перехода в проезжей части. Мы об этом говорим постоянно, но почему-то именно пешеходный переход в части является таким травмоопасным, травмоопасной частью дороги, где происходит большая часть дорожно-транспортных происшествий. Вызывает обоснованные опасения и нахождение ребят на железнодорожных путях рядом с ними. Последствия игр на железной дороге могут быть печальными. Если возьмем за внимание цифры, которые видите на слайде, то можно заметить, что за 2022-2023 год уже 15 зафиксированных случаев появление детей на железнодорожных путях, а в 2021 году таких случаев вообще было ноль. То есть не было таких ситуаций. Необходимо поэтому провести дополнительные инструктажи с детьми не только в тех школах, где находятся у нас рядом с железнодорожными путями, но и во всех образовательных организациях. Потому что мы рассматривали случай, ребенок из Анастасийской оказался на железной дороге, когда начинаем выяснять, приехал к родственникам, знакомым и полез на железную дорогу. Необходимо обеспечить занятость детей в летнее время, чтобы они нашли занятия себе по душе, поменьше были предоставлены сами себе. Нужна профилактическая работа с тем, чтобы родители беседовали с детьми, говоря о недопустимости и опасности тех или иных действий. Начальник Славянской госавтоинспекции Евгений Старчак доложил о дорожной безопасности и профилактике дорожно-транспортного травматизма с несовершеннолетними. Я уже не раз здесь и в школе на собраниях выступал, говорил, что дети, как губка, впитывают все со взрослых. То, как мы себя ведем, так и они ведут. И не важно это в быту, это дома у себя, в гостях или это на дороге. Прошу продемонстрировать ролик небольшой. То, что ежедневно у нас происходит на дорогах нашего города и района, возле образовательных учреждений. То, как взрослые относятся к безопасности жизни, здоровья своих же детей. Евгений Старчак также отметил, что катание детворы на самокатах и велосипедах не должно быть бесконтрольным. Не забывайте о том, что когда вы выпускаете своего ребенка на улицу, на велосипеде, на самокате, позаботьтесь о его пассивной безопасности. Те же наколенники, налокотники, шлемы. Да, это неплохая вещь, там, поощрить своего ребенка, там, или просто по балоге купить ему, там, тот же детский самокат или детский велосипед. Но вы еще и позаботьтесь о том, чтобы объяснить ему правила дорожного движения, обеспечить его пассивной безопасностью. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рустем Джелялов осветил вопрос пожарной безопасности в период летних каникул. Он рассказал собравшимся об алгоритме действий при пожаре, о том, как не допустить возгораний. Можно чаще беседовать с детьми о том, как себя вести в чрезвычайной ситуации. Не забывайте с ними повторять правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара, если взрослых нет дома, дети должны действовать следующим образом. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань, одеяло или вылив воду. Если огонь сразу не погас, немедленно покинуть дом, квартиру, уходя и не забывайте закрыть за собой дверь. И только после этого позвонить пожарную охрану по телефону 01 или попросить об этом соседей. Если нет возможности покинуть дом, квартиру, сразу же позвонить по телефону 01, либо 112 сообщить точный адрес и номер своей квартиры. После этого звать на помощь соседей и прохожих. Также на родительском собрании шла речь о важности семейных отношений, о том, что доверие между родителями и детьми является основой для хорошей семьи. Подводя итоги серьезного и очень нужного для всех разговора, глава Славянского района отметил, что все, что прозвучало на собрании, сказано не зря, даже если об этом говорили и раньше. Если мы что-то умеем профилактировать и взаимодействовать, просьба довести до всех, кто вокруг нас. С кем-то мы работаем, с кем-то мы отдыхаем, с кем-то на спорт ходим, с кем-то живем неподалеку. Поэтому наша задача, коллеги, чтобы достучаться до всех, мы должны быть ответственными, мы должны по возможности, тем более, знаете, я всегда говорю, это наша работа с вами. Круг проблем, связанных с детской безопасностью, невозможно решить в рамках только учреждения образования. Успех в этой работе может быть достигнут только при тесном взаимодействии с родителями. Для того, чтобы детство в нашем районе было действительно счастливым и безопасным, нужно серьезно поработать всем – педагогам, правоохранителям, представителям заинтересованных служб. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...